Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Саргалана Антонова, за режиссерским пультом Марина Вогородова и Ольга Степанова. Основной миссией, созданного в 2011 году технопарка Якутии, является создание условий для развития и внедрения новых технологий. По итогам прошедшего года выручка его резидента составила более миллиарда рублей, а сумма привлеченных инвестиций около 100 миллионов. В наступивший год науки и технологий мы продолжаем рассказывать о том, как живут и работают представители этого направления. Итак, сегодня у нас в гостях резиденты технопарка Якутии. Знакомьтесь, Таисия Тарабукина. Здравствуйте! Здравствуйте! И Виктор Белостоцкий. Добрый день! Здравствуйте! Рад всех приветствовать! Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Таисии. Немножко расскажите, пожалуйста, о себе, с чего для вас начинался бизнес, с чего для вас начиналось продвижение. Пожалуйста. Добрый день, дорогие зрители. Спасибо, Сарглана, за вопрос. Наша компания была одним из первых резидентов технопарка Якутия, основной состав компании. И мы одним из первых занимались профессиональной разработкой мобильных сайтов и приложений. Очень много проектов выполнили, свыше 100 заказов по республике. Но пришел момент материнства, и по мере роста себя как мамы мы росли с командой. И пришли к выводу, что нам не хотелось бы заниматься уже заказными проектами, делать проекты на заказ. И мы хотим создавать свой продукт. Но поскольку я уже стала мамой дважды, и команда тоже из молодых специалистов стала уже такими хорошими специалистами, тоже родителями. И мы стали делиться своей личной родительской болью о том, что, к сожалению, наши дети очень сильно зависят от цифровых устройств, от просмотра Ютьюба, какого-то цифрового контента. Ну и я, к сожалению, как мама, тоже этим грешила после трудного дня рабочего, да, потому что, конечно, приходилось и команду поднимать. А давала ребёнку телефон, да, чтобы он просто посмотрел Ютьюб, какие-то мультики, может быть, в игр поиграл. Мне это было, как родителю, конечно, удобно. Но на самом деле проблема была большая после такой цифровой зависимости у ребёнка. И, конечно, это сказалось в будущем и на успеваемости, и в целом на усидчивости. И я думаю, что эти проблемы многим родителям знакомы. Вот, и я стала делиться этой болью с командой, и оказалось, что не я одна такая, да, которая злоупотребляет цифровым контентом, который очень быстро потребляется ребёнком, да. И мы стали думать, что же можно сделать. Ну и поскольку мы уже давно хотели заняться разработкой собственного проекта, и у нас была очень большая экспертиза в работе над мобильными продуктами, мы подумали, что не заняться ли нам разработкой компьютерной игры. Вот. Мы даже сделали несколько пилотов и как-то вот тоже показывали. Но потом, не знаю, я вот подумала, что мы опять будем создавать продукт, который ещё больше втянет детей в цифровое пространство. А поскольку мы уже делали небольшие такие наброски с технологией дополненной реальности, да, дополненная реальность — это технология распознавания компьютерным зрением объектов. Это могут быть изображения, какие-то реперные точки и трансформация в 3D-образы. Это может быть анимация, это могут быть какие-то статические объекты. Вот. Ну и, конечно, это было идеальное такое сочетание и технология, и более понятный нативный продукт детям как книга. Но поскольку у нас не было опыта в издании книг, да, мы мало что в этом понимали, это же всё-таки такой творческий проект, да, специфический, я предложила совместную коллаборацию нашему местному якутскому издательству выпустить книгу. Обратилась к ним в августе, и очень хороший у нас такой тандем с ними получился. Мы выпустили книгу про приключения мамонтёнка, приурочили к Новому году. В этом году был выпущен очень большой тираж, и сейчас понимаю, что это был огромный тираж, порядка 7 тысяч экземпляров. В 2017 году эта книга стартовала, и она очень хорошо разошлась. Буквально за несколько месяцев её купили через сети магазинов наших якутских. И с того момента мы поняли с командой, что мы на верном пути, что нам действительно надо уходить в сторону своего продукта. Поскольку мы и смогли заработать на этом первом пилоте, небольшую экспертизу получить, ну и, соответственно, это дало такое начало. То есть основа вашего проекта — это книги для детей, которые объединяют в себе возможности читать и, кроме того, воссоздавать виртуальную реальность, да? Да, да. То есть получается, это объединение традиционной детской книги с цифровым содержанием. Тем самым мы не делаем смартфон, планшет соперником для ребёнка, мы их объединяем и делаем их союзником. То есть это умное приложение сама книга по себе, она такая же ценная. Её можно, конечно, смотреть и самостоятельно, без цифрового содержания. Но именно в 3D, именно в анимации мы сейчас интегрируем более скрытый, более глубинный смысл, да? Потому что понятно, что на печатных страницах не всю информацию можно донести, да? А в анимации здесь гораздо больше можно поставить. Ну вот у вас есть книжки, например, сказки про животных. Расскажите, пожалуйста, вот в чём особенность этого издания? Да, вот первые наши книги мы, конечно, стали делать на наш якутский рынок. Это книжка сказки про животных в тонком переплёте, сказки, наши якутские народные сказки. Здесь несколько историй про животных. То есть ребёнок читает сперва книгу? Ребёнок читает или мама читает. Здесь книга идёт с элементами раскраски. Персонажи можно раскрашивать. И с помощью приложения нашего герои оживают именно в том цвете, в который ребёнок их раскрасил. Как здорово! То есть получается, что ребёнок не только учится ещё и раскрашивать, да? Рисовать. Он видит, как можно сочетать краски, да? И затем он видит результат своего труда уже в 3D. И для развития мелкомоторики. Для Якутска мы выпустили три книги. Это раскраски, вот якутские народные сказки, «Северные феи» и «КСКО» для девочек. Очень хорошо тоже эти книжки были встречены нашей аудиторией. Мамочки писали очень много в директ. И сейчас пишут, постоянно пишут, благодарят. У нас очень хорошие отзывы в целом по проекту в Play Market, в App Store. А вообще, на ваш взгляд, использование 3D-реальности, оно чему способствует у детей? Эта технология, она позволяет визуализировать персонажей, раскрывать сюжеты, какие-то более глубинные смыслы интегрировать в анимации. А на каком языке издаются пособия? Мы видели на русском языке, да? Да, первый раз мы издавали книги на русском языке. Вот после первого успешного пилота с издательством я писала на личной страничке в Фейсбуке об этом проекте. О том, что вот мы выпустили эту книгу, какие трудности были, какой результат. И через некоторое время ко мне обратился канадский издатель. Он в то время выпускал книжку, она вот здесь даже представлена «Путь дельфина», второе издание, третье издание даже, с предложением поработать на заказ для канадского автора. Она писала книги для канадских школьников и визуализировать этот проект. Ну, конечно, хоть мы и хотели отказаться работать на заказ, но не могли упустить возможность поработать на другом рынке. И мы с издателем канадским успешно выпустили эту книгу, несколько книг издали. Книга на экологическую тему была связана, про дельфинов, про их сохранение. Эта книга получила номинацию как «Оскар», только в цифровой среде в Канаде премия была. И эта книга вошла в шорт-лист среди рекомендованных книг для внеклассного чтения среди канадских школьников. Ой, как здорово. То есть получается, что на самом деле разработчики живут здесь, в Якутии, а награды получают даже в Канаде. Вы вышли уже на международный уровень, можно так сказать. Да, то есть это был этап выхода на международный рынок. И с тем издателем мы тоже как-то пришли к мнению, мы очень плотно работали с ним над этим проектом, заказанным в течение полугода, что почему бы нам не объединиться и под собственным брендом не выпускать уже книги на англоязычный рынок, на канадский и рынок США. И вот так мы стали работать. То есть вы пошли дальше, издание книг детских и пособия вы стали делать? Ну, у нас сейчас очень большая линейка ассортимента. Да, расскажите о нем, пожалуйста. Вообще это было целенаправленное решение локализовать проект только на американский, канадский рынок. Вот какие-то остатки, то, что легко переводить, мы переводим здесь, в Якутске и в смысле в России переводим. А так книги в России продаются на маркетплейсах основных, как в Албереса, Зону, Тконос. Ну, в общем, в большинстве тоже достаточно хорошо там продаются. Это было с таким специальным решением туда, на американский рынок, потому что он больше, понятно, что там аудитория больше принимает такие цифровые проекты. Тиражи у вас, конечно, выше, чем здесь. Ну, и цена, да, потому что с долларом мы же здесь сделаем, а там продаем. Конечно, по цене это нам наиболее рентабельно выходит. Но, тем не менее, нам как-то не хочется терять своего местного, можно сказать, такого особенного издателя. У вас есть какие-то планы, может быть, переизданием заняться этих книг, расширить ассортимент русскоязычных книг? Может быть, даже на якутский язык перейти? На якутском языке мы выпускали единственную книгу «Якутские народные сказки». Сейчас в плане стоит издание книг, есть интересные темы, связанные с нашим национальным брендом «Свечный мир золотой». Мы хотим выпустить эти проекты совместно с Северным форумом. Книги будут посвящены проблематике изменения климата, вечной мерзлоте и очень интересный проект «Хранители холода». Это про Деда Мороза всех. Немножко рассказать о том, сколько есть вообще Деда Мороза в арктической зоне. Оказывается, не только Чесхан, их очень много. Да, их несколько, можно сказать, у каждого практически народа. И вот принцип, значит, я так поняла, что вы работаете с компьютерными технологиями. Но это же не только анимация, это же возможность работы, наверное, с мобильными устройствами, с их особенностями. Кроме того, у вас озвучка идёт, да? Да. То есть можно сказать, что, например, вот я видела, как ракета была собрана, показывает процесс сборки, и всё это озвучено. Вот каким образом здесь вы работаете? Это, получается, объёмный такой процесс, который состоит из множества таких нюансов? Ну да, мы сейчас, получается, как цифровое издательство, потому что выпустить традиционную книгу гораздо проще. Когда здесь ещё идёт такой интегрированный цифровой контент, это, естественно, её усложняет, да, процесс. Это мобильное приложение с функцией дополненной реальности. Смысл состоит именно в подходе и в разработке самого контента, то есть анимации. Сюжет, конечно, он плотно перекликается с сюжетом книги. А здесь можно добавить и звуки, и озвучку, какие-то спецэффекты. Дорогие друзья, это программа «Якутск. Сегодня». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня у нас в студии резиденты технопарка Якутия. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. В наступивший год науки и новаторства мы продолжаем рассказывать о том, как живут и работают представители этого направления. И сегодня у нас в студии гости – это резиденты технопарка Якутия Таисия Тарабукина и Виктор Белостоцкий. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Таисия, был мой вопрос о том, какие специалисты всё-таки задействованы для того, чтобы сделать эти книги для звучания и так далее. Мы делим процесс разработки на две части – креативная и техническая часть. Для креативной части, как для издательства, это, конечно, редактор, автор, корректор. То есть те сотрудники, которые отвечают за непосредственно издание текста. И вторая часть работы – это техническая. Это связано уже с самим приложением. Здесь, конечно, программист, 3D-аниматор, 3D-моделлер. Озвучку мы заказываем на аутсорсе. Какие-то звуковые эффекты – это вот всё идёт на аутсорсе. Я слышала, что у вас по отдельному контенту даже есть консультанты. Вот это что, требования времени или, может быть, за рубежом такие, можно сказать, стандарты и так далее? Да, действительно, у нас сейчас каждому нашему проекту, каждой выпущенной книге есть определённый научный консультант. Эту интересную идею предложила партнёр из Америки. У нас сейчас уже три партнёра. Потом присоединился партнёр из Америки. Это автор, она ведущая редактор проекта. То есть все тексты, весь редакторский, издательский план формирует американский партнёр. Это была её идея очень интересная. Мы выпустили несколько книг на такую актуальную, злободневную тему. «Вирус в городе. Лабораторный детектив». Здесь мальчик со своей собакой исследует происхождение вируса в городе. Книга рассчитана на детей от 10 лет, от 7 лет. Здесь есть с элементами комикса, что очень удобно для детей. Тоже всё с озвучкой идёт, с очень такими крутыми анимациями. И эту книгу консультировала ведущий научный сотрудник, профессор биологии, профессор медицины университета Дюк. Университета Дюк, да, доктор наук. И сейчас каждые наши книги, вот там можно будет посмотреть на столе, есть определённый научный сотрудник, который проверяет уровень достоверности, фактов. То есть можно говорить о том, что книжки у вас не только интересные, не только яркие, не только могут визуализировать, но к тому же ещё и изданные с консультацией тех или иных специалистов. Ну давайте вот посмотрим, вкусные истории, да, «Щелкунчик» и «Мышиный король» есть, да, такие книжки, это вот на русском языке. А вот эти есть издания и на английском, они могут, например, подойти вот нашим детям, которые просто изучают английский язык? Да, да, конечно. Эти книги мы тоже перевели на русский язык, но пока на русском языке они здесь в продажу не поступили. Мы в декабре сделали большой, очень экспортный завоз, вот конкретно вот этих книг «Двух вирус в городе» и «Учимся считать», «Щелкунчик». Да, ну на русском языке, я надеюсь, они поступят в течение весны. Ну и, конечно же, вопрос, который, я думаю, волнует многих наших родителей, где всё-таки у нас в Якутске можно купить такие интересные, уникальные издания, которые могут привлечь интерес детей именно к книгам? И в то же время, используя мобильные приложения, оживить эти книги? Да, книги можно приобрести в якутске, и в том числе они есть на английском языке, ну практически во всех крупных книжных магазинах «Азбука», «Сеть Акварель», «Книжный Маркет», в частных магазинах тоже. И вот вы являетесь резидентом технопарка Якутии, и, естественно, хотелось бы узнать вообще, что даёт вам такое резидентство? Получаете ли вы какую-то помощь, да, участвуете в выездах, конференциях, в обучении и так далее? Да, у нас, конечно, в республике в целом очень хорошо развита экосистема поддержки технологических предпринимателей, и большая благодарность всей команде технопарка, всей команде IT-парка. Мы прошли в 2019 году программу акселерации от венчурного фонда B8, получили от них первые инвестиции, очень хорошие контакты, и действительно мы смогли прокачать наш проект, найти ошибки, усилить его. И благодаря вот этой экспертизе мы подавали заявку в американский акселератор, прошли этот отбор, уже поехали туда, но, к сожалению, это совпало с закрытиями границ, буквально там несколько дней было, я уже выехала, но пришлось назад возвращаться. А так мы должны были пройти тоже программу акселерации три месяца в Нью-Йорке и получить инвестиции в размере 100 тысяч долларов. Вот я думаю, что в течение года надо будет вопрос возобновлять. Ну, хотелось бы знать, конечно, о планах на будущее. Я знаю, что у вас была встреча с представителями российских железных дорог, они тоже проявили интерес к вашей продукции. Да, действительно, благодаря технопарку к нам приезжали в декабре месяце представители РЖД, им понравился наш проект, и они сделали очень хороший заказ в декабре, мы поставили им определенное количество книг, вот, ну, думаю, что да, будем продолжать тоже с ними работать. Ну что же, Таисия, мы благодарим вас за очень интересный рассказ вот о таких, можно сказать, уникальных изданиях, которые уже находят применение не только в нашей республике, не только в России, но уже признаны и за рубежом. И теперь я хотела бы обратиться к Виктору, к Виктору Белостоцкому, тоже резидент технопарка Якутия. Вот с чего для вас начинался бизнес? Первый бизнес IT для меня начинался как для молодого парня, это со Смалекса, я, получается, записывал игры на диски, продавал у себя в Среднеколымске, я сам со Среднеколымска, не то что резидент Татьяна, самый северно-арктический резидент и разработчик, у нас компания зарегистрирована основная в Среднеколымске, я являюсь платежщиком всех, налогов и так далее, развиваю свой УУЗ. Вот, и оттуда потом у меня было смежное образование в институте, я сам программист, потом бизнес-информатика, я заканчивал в Москве, первое образование поддержки развития стартапов, я всегда был в этой сфере, брал на ресурс заказы в институте, то есть в Москве я очень много участвовал в хакатонах, хакатон это когда ты с командой приходишь, выполняешь какой-то вот заказ, вот как будто вот как разжидание, у нас есть кейс, нужно его реализовать такими способами, какими вы хотите. То есть это командный. Да, и мы быстренько в течение двух дней даем им свое разрешение, им нравится, нравится, и дальше получаешь приоритетирование. И мы, в принципе, каждую неделю почти, вот в Москве это очень популярно среди студентов, там, во-первых, бесплатно кормят два дня, вот, и мы там прокачивались, и по сути полкоманды у меня, вот, которая сейчас есть, тоже со студенчества, уже 10 лет прошло, и мы до сих пор как бы развиваемся, делали свои игры, и потом стали IT-студией. Первые заказы, как ни странно, мы начали брать в Чехии, да, я заканчивал институт и открыл компанию, мы забрали первые заказы в Чехии, не понимали то, что они нам пишут, гугл-переводчик там и так далее, но мы около 40 проектов там закрыли в Чехии, то есть деньги первые мы там начали зарабатывать. Потом я сходил в армию, вернулся в Якутики, и мы вот стали резидентами технопарка в 2018 году. Я поехал на ВЭФ, там у меня просто увидел все масштабы, все цифры, и подумал, что да, я буду именно в Якутии дальше развиваться, потому что у меня был выбор уехать учиться дальше, заниматься наукой, хотя сейчас я также занимаюсь наукой, у меня все проекты связаны как раз с искусственным интеллектом, вот, и мы создали первый проект уже здесь, в Якутии это был фан-лут, это по заказу Министерства спорта, это, грубо говоря, большая СРМ-система для спортсменов, то есть кто заходит в спортивные комплексы, там, Чарбон и так далее, это все учитывается, сколько ходят, это чтобы поднять уровень занятости спорта в республике. Система сейчас, она видоизменилась, но она как бы работает, вот, а сейчас основной у нас проект, два флагманских проекта, это Pocket Medic, компания Mondino Technologies, мы вот, получается, в ноябре закончили акселерацию, вот, B8, как у ТС, то есть потом пошли в фонд содействия инноваций, нас еще проинвестировали в большую сумму, там победили в Архипераге 25, это лучшие, мы лучшие 10 команд с искусственным интеллектом в России, то есть у нас смысл в том, что наша нейросеть, исходя из вашего профиля, допустим, женщина, 40 лет, национальность САХ, выдает рекомендации по приему лекарственных средств, то есть она говорит, что там анальгит, там аспирин, они с друг другом несовместимы, исходя из вашего профиля. Мы, получается, взяли, нашим партнером является национальный центр медицины, который построил наш первый президент, и там нам так повезло, что там было куплено немецкое оборудование, и вся вот эта система, база, она все время копилась, то есть это на Дальнем Востоке никакого нет такой большой бигдаты, людей, которые приходили, лечились, и мы взяли, получается, за основу профиль, он приходит, получается, в больницу, лечится, какие у него болезни и какие у него лекарства, и результат. Лекарства в значении врача. И мы начали постепенно, сначала взяли 100 видов основных лекарств, начали вместо друг друга взаимодействовать, потом начали добавлять данные, и вот сделали вот эту нейросеть, и вот с этой нейросетью мы как раз прошли акцелерацию БИОСИ. Мы сейчас вот заработали вот первые деньги, сделали MVP, MVP, как обычно, он немного был очень быстрый, потому что акцелерация — это два месяца, то есть ты все быстро каждый день, новые гипотезы, новые продажи. Сейчас мы уже более спокойно, осмысленно делаем продукт, у нас в марте будет большой запуск сразу на iOS, на Android, вот. И второй мой pet project проект, я его очень сильно люблю, очень сильно его развиваю, и я рад, что он вообще в целом развивается уже за пределами Якутии, — это онкопоиск Саха-РФ. Вот, очень интересная задумка, давайте чуть подробнее о ней поговорим, тем более, что у нас этот год объявлен годом здоровья, поэтому я думаю, что очень много людей стало задумываться о том, как они себя чувствуют, да, действительно. Мы стали больше обращать внимание на свое здоровье, ну и кроме того, вот буквально, по-моему, послезавтра у нас Всемирный день борьбы с онкологией. Да, да, да. Да, поэтому вот эта часть разговора, я думаю, очень актуальна. Что это за платформа «Онкопоиск Саха»? Когда вы начали над ней работу, пожалуйста? Ага. Ну, любой pet project проект — это твой любимый проект, который тебе не приносит прибыли, но он полезен в целом для общества. Получается, история, она очень такая обычная, человеческая, в каждой семье она может коснуться. У меня дедушка заболел раком, он, ну, не мог обратиться, записаться, он в Москве, не в Якутске, не мог обратиться в анкодиспансеры в Москве, записаться, там, ковид и так далее. Я думаю, почему так, почему нельзя сделать какую-то систему, где можно пройти с клиник заранее, записаться, получить результат в Москве, как, ну, он не в Москве, он в Подмосковье, в Барде, живет. Там ничего такого нету, и я, получается, пришел просто, наш онкологический диспансер сказал, вот я Белостовский Виктор, напишите в гугле, кто я, что я там. Ну, естественно, они посмотрели, я говорю, я вам готов работать бесплатно, и сейчас мы его, получается, бесплатно, по сути, сопротив, и давайте сделаем скрининговую систему. У них уже была задумка в рамках проекта медицины. Да, в рамках проекта здоровья. Да, я говорю, денег не надо вообще в целом, я буду, как у детей в разработке, буду сам делать там все, что надо, мне только оплачивать команду, и все, то есть мы никакие коммерции не хотим заниматься, то есть чисто вот просто. И мы начали его сделать, мы его сделали в октябре, запустили, за первый месяц зарегистрировалось 6 тысяч человек, они прошли, получается, регистрацию, получили результат, и из них 6 тысяч выносили. Хорошо, и об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, не переключайтесь, программа «Якутск» сегодня будет с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы знакомимся с резидентами технопарка Якутии, говорим о проектах, которые уже работают, а также о планах на этот год. Напоминаем, что наша программа выходит в телевизионном и радиоканале НВК Саха, мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Итак, мы продолжаем беседовать с резидентом технопарка Якутии Виктором Белостоцким. Виктор, мы начали с вами как раз рассказывать о платформе «Онкопоиск Саха». Вы сказали, что вы пришли в онкодиспансер, начали работу. Да, ну там у них, там получилось так, что всё случайное в жизни не случайно. Да, они как раз искали команду, которая что-то такое подобное сделала. У них было своё видение. И так случилось то, что мы появились, то, что мы занимались уже, получается, пакет-медиком. Мы были в IT-медицине, и вот мы встретились, и вот в общей генерации создали вот этот проект. И получается сейчас вот на данный момент 8 тысяч зарегистрированных, точно человек, я помню, смотрел, неделю назад. И 4-го числа мы уже подключаем не только Якутск, а уже Мирненский район. То есть, потому что там это происходит добыча полезных ископаемых, и там достаточно высокий уровень онкологии. То есть, и то, что проект, он развивается уже на другой район, да, республики, это хорошо в целом. У нас по плану за год 14 целопов все объединить. Но параллельно, получается, на меня вышли представители здравоохранения Российской Федерации. Они сказали, когда мы им представляли, у нас, получается, был на представлении Асен Сергеевич, там приехали тогда с Министерства, когда мы только-только вот начали запускать, это вот осенью было. И сказали, что такая система подобна только там в 4-5 регионах есть, как я говорил. По всей России. По всей России, да. То есть, можно сказать, что наш регион был даже пионером. Пионером был, но ни у кого не было, так не скромно, человека, который занимается именно искусственным интеллектом. То есть, моя ценность в этом проекте, я хочу собрать данные, чтобы их анализировать, делать, помогать врачам-энкологам еще быстрее рак выявлять. То есть, мы сейчас процесс этот ускорили для пользователей. Но, на самом деле, у нас внутри, в бэк-энде логики, очень хорошо проработано то, что результаты приходят к пользователю в виде PDF на сервис, в телефон. Это все синхронизируется с медицинской системой. То есть, не происходит дублирование систем. Обычно, на самом деле, когда новую какую-то систему запускаешь, даже хорошую, врач сидит в пяти окошках всяких разных и везде все заполняет, и не успевает даже оказать грамотную, хорошую, квалифицированную медицинскую почву, что он, как учитель, все должен заполнить, и это очень долго. А мы сделали процесс этот максимально быстрый, максимально удобный для пользователей. И вот сейчас как раз хотим заняться еще полной интеграцией с медицинскими системами. И вот у нас мы в двух регионах, в Самаре, получается, там есть команда, которую я тоже руковожу. Там свои ребята, свои местные, они тоже делают точно такой же сервис, только с их требованиями. И мне рад, что я могу уже поучаствовать в решении онкологических проблем не только в Якутии, уже на уровне Российской Федерации. Это как бы в целом хорошо. Но я жду того момента, прям грежу его, смотрю, хочу, чтобы было больше пользователей. Мне нужно, чтобы было где-то 20 тысяч зарегистрированных пользователей. Ну давайте еще раз напомним, для чего все-таки существует эта платформа «Анкопоиск Саха». Кто может туда войти? Обязательно ли нужно иметь компьютер под рукой и так далее? Платформа существует для жителей республики Саха-Якутия. На данный момент для города Якутска и ближайших районов. Четвертый час, как говорим, запускомерный. Любой гражданин республики Саха-Якутия, России даже в целом с пропиской, и по полюсу МС может зарегистрироваться от 40 лет, пройти скрининг по шести видам анкет, то есть рак легкого, пристаточной железы и так далее. Шесть видов есть по женской части. Пройти скрининг от 8 до 15 вопросов, и они проявят вам, не вам, а человеку вероятность того, есть ли у него подозрения на онкологию. Если индекс показывает высокий, то ему дается возможность пройти уже углубленное обследование в республиканском онкодиспансере, то есть сдать там все онкомаркеры, пройти, допустим, рак легкого КТ, вот, и получить результат. Вот эта система, она абсолютно для всех бесплатна от 40 лет. То есть, получается, сначала мы вообще сделали порог 50 лет, потому что скрининг в основном делают для более взрослого населения. Для более пожилого, да? Да, а он остался настолько популярным, то, что, грубо говоря, вот так, то, что мы снизили... Потом онкология, она же бывает в разном возрасте, не обязательно. Да, ну, там, получается, с точки зрения медицины, то есть, национальный центр медицины там именно детская, а онкодиспансер это для взрослых, поэтому, как бы, мы не можем детей сделать. Ну, в целом, такой план, как бы, есть в целом большой. А есть планы по распространению вообще по всем УЛУСам, чтобы вы могли участвовать не только вот близлежащие, мирные, как вы сказали, да? Да, ну, там, получается, выходит так, что есть вот САОПы, Центр облаторной помощи, где именно рак можно выявить, по республике их 14. Вот, туда мы сделаем во всех 14, где можно прийти. Но у нас есть, будет отдельный сервис, он будет называться онкодесант. Допустим, как он будет работать? Такая же система, скрининговая система будет запускаться, допустим, в Среднеколымске. Я хочу первым запустить в Среднеколымске, потому что я оттуда. Родную. Да-да-да. Вот, люди будут через там средства массовой информации, администрацию заходить и проходить анкетирование. Это что даст? У врачей будут результаты анкет, и они, исходя вот из там онкодесантной обстановки, смогут сделать онкодесант уже точечно. Они знают то, что есть человек, там, с угландой такой-то, такой-то там, да, там, а я вот. У него что-то... Да, у него что-то есть. Они же конкретно могут под это подобрать специалисты, потому что это очень дорогая процедура для Минздрава и для бюджета республики в целом. И как экология вообще влияет на состояние здоровья, именно вот какие органы наиболее подвержены. Да, это вот как раз я учусь вот в СФУ сейчас, в Институте математики и информатики в нашем альбоматоре. И это моя научная работа параллельно. То есть я как бы сейчас вот в аспирантуру еще поступаю, и как бы я этим все время занимаюсь, я пишу про это, там, статьи научные, выступаю на конференции. Это очень глобальный проект, который, кстати, связан и со здоровьем. Вы очень много делаете для населения нашей республики. Ну, кроме того, я знаю, что у вас есть проект, который связан с телемедициной. Тоже хотелось бы узнать о нем подробнее немного. Да, мы вот, получается, у нас компания называется Модина Технологис, и мы, Модина, это врач итальянский, там, в Средневековье, то есть он там был своим новатором. И мы поняли то, что нет сервиса, который, чтобы врачи проходили как бы практику, смотрели, общались с друг другом, потому что там где-то ввести операцию. А этот сервис должен быть, соответственно, закрытый. У нас проходит закрытая регистрация по дипломам, получается, мы проходим полностью проверку, общаемся с ним, добавляем в систему, и в нашем сервисе Модина уже около 60 операций уже пройдено. То есть люди со всей республики, врачи, могут смотреть и общаться об этом. То есть такая социальная сеть закрытая для врачей. И у нас сейчас там больше тысячи человек. То есть мы ее сейчас перезапаковываем и хотим ее как бы уже внедрить. Это она больше такая, знаете, тоже как pet project. То есть между врачами это есть, но на государственном уровне нет. Мы хотим как раз ее сейчас более обезопасить, сделать лучше, чтобы внедрять ее именно в систему здравоохранения. В Якутии, в России, потому что на Дальнем Востоке тоже такого нигде нет. IT-медицина очень... IT-медиков очень мало. IT-медиков с искусственным эффектом еще меньше. И мы как бы за такое сообщество, мы знаем все, где что происходит. Я всех знаю, все наши друзья. Мы делаем одно хорошее, полезное дело. Ну, эти уникальные разработки, которые у нас здесь делают. Да, и у нас получается сейчас еще проект, вот нарисовывается, мы буквально неделю с ним работаем, это вот AR, есть очки определенные, и можно человека, если сделать, получается, сделать МРТ, можно через кость смотреть человек и делать операцию. То есть мы делаем этот ПО для этого и думаем то, что вот этот проект, он даже будет в особенном не в России, а в мире в целом. И вот как раз мы это подсмотрели в Байере, получается, вот с Покетмедиком, который у нас есть первый проект, взаимодействие каст-средств, нас пригласили в Германию. То есть мы сейчас проходим акселерацию. У меня вот сегодня в 9 вечера, в 9 вечера по-якутски первый раз я буду в акселераторе удаленном. То есть новый такой опыт. И мы вот с этим проектом пошли туда и посмотрели на наших просто, что там есть в нашем потоке и поняли, что у нас такие уже были наработки давно, потому что мы, как говорим, мы с компьютерного спорта, мы любим AR, дополненную реальность. И в принципе я это давно... То есть идете в ногу, можно сказать, с мировыми разработчиками. Да, давно это мы делали только для игр, а теперь мы, хоп, все на медицину просто переворачиваем и в целом вот так развиваемся. То есть я иногда сам поражаюсь, как судьба тебе дает то, что ты когда-то делал, просто в новые обертки, и ты такой, вау, это круто. То есть я, значит, не зря тратил вот эти вот часы, знаете, 10 тысяч часов, 3,5 года, чтобы стать там мастером почему-то. Я вот на Unity тоже там делал модельки, тоже потратил очень много времени, а сейчас это как бы пригождается. Ну вот когда вы разрабатываете, да, те или иные платформы, приложения и так далее, вот немаловажный вопрос, как все-таки ведется защита персональных данных? Вы говорите, действительно, речь идет о заболеваниях, об особенностях людей и так далее. Ну, это очень... 152-й из аэтов, закон о защите персональных данных, он очень большой, серьезный, все объемы. У него вообще есть в том же анкодиспансере полный перечень оборудования, там, разные уровни серверов, разные уровни, как проходит информация, защищенность в целом проекта, копирование баз данных. И этим как бы занимаются еще специальные организации по защите персональных данных, там у нас в Якутии Север, Аватек есть. Вот у них там свои контракты защищают. Они просто, мы с нами просто, они работают, у них есть свои определенные требования, мы эти требования выполняем, определенные надо покупать сертификаты, все это в проект Куба Граф вшивается, и, в принципе, все всегда защищено, ни одной никогда утечки не было. Ну и как бы мы сами хакеры, то есть мы никому не дадим себя взломать, если это как бы... Виктор, я вот почитала прессу, да, перед нашей встречей сегодняшней, и узнала, что вы являетесь победителем республиканского этапа конкурса «Молодой предприниматель» в номинации «Интернет-предпринимательство», и, кроме того, занимаетесь общественной работой, и вас выбрали заместителем-председателем молодежного правительства нашей республики. Вот как вы все успеваете? Где находите время для того, чтобы действительно заниматься наукой, разработками, общественной деятельностью, не забывать о родном Улусе и так далее? Да, я победитель конкурса «Лучший молодой предприниматель России» в номинации «Интернет-предприниматель» то есть, не знаю, судьба опять, она когда-то была активным, потом все дается очень легко, если ты готов это взять на себя. То есть я живу по такой системе, как Илон Маск, я просыпаюсь в 5 утра, то есть у меня медитация, аффирмация, визуализация, письмо, то есть чтение книги, и к 9 утра я уже сделал все свои процедуры, готов как бы работать. Потом... Надо уметь ценить свое время, это ваш главный девиз, я так понимаю. Ну, потому что, понимая этого, я еще по КМС, по боевому самбо, ВДВ служил, то есть все штуки сделал как надо, идеально каждый день. Это действительно здорово, Виктор. Ну что же, дорогие друзья, сегодня мы встречались и разговаривали с резидентами технопарка Якутия. Это была программа «Якутск. Сегодня». Всего вам доброго и до свидания.